так ну закончим с этим вопросом всем здрасте то есть по поводу вот этой установки опять обязательно кто-нибудь напишет что фейк кто-то провод там какой-то затянул ну ладно давайте еще раз посмотрим открываем коробку где я тут затягивал какой-то провод скажите ну где где тут вот обычная клемма вот она да никаких проводов здесь ничего не заходило здесь просто один вот этот заземление провод я его сейчас вот откручу и покажу вот берем шестигранник откручиваем вот он вытаскивается да то есть это я специально сделал клемму для того чтобы зажимать его вот пожалуйста зажимаешь его болтом все какие здесь провода не таких здесь проводов просто изоленты замотал я все время маркирую провода эти его он пожалуйста там лежит даже замаркированный да то есть потому что это же не заземление провод это сварочный провод вот и все то есть никаких здесь особенных как грится этих самых нету здесь электроника он посмотрите все аккуратненько сделано все это самое подведено закручено что вы думаете что я буду фейк делать таким образом да то есть фейк можно сделать не так красиво а тут все настроено все сделано как полагается любителям поболтать хочу сказать что я выезжал то место где вообще два года никто ничего не делал там просто вот убрали скосили скосили траву там трава росла видно для там не знаю для животных для кого там для лошадей для коров там кому там это все то есть это сельское хозяйство это их поля вот я заезжал просто они переданы были там свое время старого торфозавода я живу в краях где раньше торфопредприятия работала она к сожалению почти загнулась и многие свои поля она просто оставила они там зарастают вот и дорога к ним там была как раз таки то место где я помню просто я поехал в лес и показал просто вам как это все работает то есть мне тут не верили и все равно придумали что я откуда-то провел фазу ну ребята извините то есть если вы считаете что вот этот кабель это была фаза но это бред полный собачий да то есть другие спрашивают как я туда загнал эти самые трубки загнал трубу нержавейку за ней загнал эту самую медную воткнул сверху там же кратковременно это все было поэтому не жалко было скажем так соединять два металла хотя в принципе это неправильно еще бы скажем так какую-нибудь какие-нибудь пару дней поработала это все обязательно начало окисляться вот значит по поводу как она работала но она действительно работала напряжение вот у меня дома я еще пока не подключал просто вот он подсоединил провод еще не тыркался тут вот напряжение у меня здесь дома у нее получается на в розетке 216 вольт на земле которая у меня здесь закопана за домом там это самое за окном что касается скажем того места но как-то там что-то не получилось напряжение влияет немножко видимо либо что-то еще я ее там подстраивал сидел очень долго теперь значит отвечу на вопросы по поводу вообще как работает это все и как вот почему не сделать два генерал из двух генераторов 1 я имею ввиду генератор которые работают внутри в этой коробке да то есть электроника сделать один генератор который будет синхронно работать все можно это сделать без проблем вот это можно все муки делать это будет сделано обязательно да то есть это просто это здесь абсолютно простая фигня сделана. И тогда вот этой вот шняги здесь в принципе не надо будет. Ну вообще она нужна будет по-любому, потому что здесь волновой резонанс. Если вот вы вместо этих двух проводов прицепите просто вот генератор сюда простой, и будете гулять по частоте и мерить выход, то вы увидите, что натыкаясь на любую гармонику, здесь будет появляться частота, соответствующая намотке этой катушки. То есть, сколько намотали, столько и будет показывать. Никогда в жизни, даже если вы будете здесь изменять частоту на индукторе, здесь не будет меняться частота на выходе. То есть, здесь волновой резонанс. Дальше что? Самое главное, чего я хотел сказать. Значит, Тесла, как она работает? У нее должен быть опорный конец. То есть, если смотреть на Теслу, как таковую, вот она вот, возьмем большую мою Теслу, да, вот она. У нее принцип работы такой. Нижний конец, вот эта вот тонкая проволока, может на себе выдерживать довольно высокие, скажем так, токи. Но об этом никто не думает. Здесь может быть и несколько десятков, и сотни ампер. Просто они в импульсе, поэтому провод этот спокойно это все выдерживает. Вот. Тут та же самая история. Вот. То есть, происходит что? Здесь как пружина. Вы индуктором сюда стукнули. И вот она идет удар. Да, то есть, пружину сжали. То есть, вы в индукторе сжимаете среду. Дальше она отпускает, и вот летит вверх. Да, поэтому здесь напряжение, происходит пучность напряжения. Снизу пучность тока. Ток почему внизу скапливается? Потому что он отталкивается об основу. Вот. Ему нужна основа. Соответственно, вот этот тонкий провод, если он будет длинный, на нем все потеряется. Дальше. То есть, после катушки. Как здесь сделано? Сейчас покажу. Поставлю на место это все. Значит, здесь здесь у нас тонкая проволока. Ее видно. Очень хорошо. Это 0,71 провод намотан. И вот она вот по всей длине. Дальше просто у меня подмотана. Это для того, чтобы настроить четко-четко кратность частот. Только это важно. Здесь, значит, вот эта шинка. В принципе, можно было бы просто продлить этот красный провод. здесь его запаять. Это было бы даже правильнее, чем вот это вот сейчас создавать. Опять же, мы с вами прекрасно знаем, что тонкий провод и сразу на толстый переход это происходит как столкновение об стенку. То есть, мы делаем опору. И это опора. Этот красный провод идет вот сюда. И вот он здесь. Я вам сейчас покажу. Вот он припаян. Здесь. Точнее, он всунут прямо в этот клеммник внизу. Да, то есть, вот он. Если хотите, могу тестерам прозвонить для того, чтобы вы поверили, что здесь земля. То есть, вот она идет с заземления. Вот она сразу. Это земля. Она сразу идет на землю мгновенно. То есть, для того, чтобы... И вот что происходит. Значит, здесь происходит пучность напряжения максимальная. И на этом месте. Что мы делаем? Мы пускаем сюда импульсы прямо вот на эту катушку красную, желтой инзолентой. Здесь происходит движение электронов и движение вообще частиц заряженных, которые мы с вами должны вместе, то есть, толкнуть этот ток. Как мы его толкнуть? Сейчас вот немножко поясню. Значит, движущиеся частицы, движущаяся частица в проводнике, она имеет результат вращения... Ну, вот синусоида это есть то... Это есть результат вращения частицы, которая крутится. Она крутится сама по себе. Вот крутится, то есть, в тот момент, когда синусоиды мы увидим на остеолографе. Вот она крутится. Нам надо импульсом попасть в нее так, чтобы подтолкнуть, да, развернуть. Потому что электроны эти все частицы, они очень медленно двигаются по проводнику. Это закон ОМА работает. Вот. И чтобы толкнуть, надо вот дать вот этот импульс. А сила импульса, это нам кажется, что там фигня. Сила импульса довольно велика. И в катушке в этот момент происходит, ну, то есть, большой удар. Все думают, что вот на этой катушке надо искать резонансные частоты Теслы. Не надо ни в коем случае. Забудьте про это. Эта катушка может работать на любой частоте, хоть на 50 Гц. Как согласуете, конденсаторами емкости. Так и будет. Вот. То есть, и вообще логически подумать, что этот бифиляр постоянно прозванивать его спектром анализатора. Забудьте про эту фигню все. Нету этого ничего. И даже не заморачивайте голову вообще этой ерундой. Здесь все очень просто. Здесь бифиляр, он просто как съемный. Почему он бифиляр? Потому что индуктивность не должна влиять на эту индуктивность, которая здесь. С этой индуктивностью как раз мы и работаем. То есть, вот эта красная с желтой инзолентой, то, что я показываю, это и есть вот этот вот колебательный контур, который мы с вами разгоняем. Этот колебательный контур должен быть работать в совокупности с Теслой, да, то есть, которая здесь работает. Она бьет пачками импульсов нужный момент движения здесь тока. Вот. Мы просто тупо разгоняем ток. То есть, вот здесь вот ставится колечко вот в этом месте и здесь ставится остелограф вот в этом месте. Вот. И мы смотрим, что происходит. Вот, пожалуйста, акулина система в Германии, да. То есть, здесь генератор, который дает пачки импульсов на этой Тесле. Здесь генератор, который дает обычный прямоугольный сигнал, делая синусоиды в этой катушке. Вот в этой вот, которая здесь. Вот она длинная. Вот. Здесь съемная катушка, поверх намотанная. Почему она поверх намотанная? Там емкости и все такое. Любой волновой резонанс он уйдет все равно. Если вы там что-то удлините или там еще емкостью его там задушите. То есть, он, все говорят, что там не изменен, все равно, как мы, как практика показала, все там меняется. Длинный провод тоже меняется. Поэтому здесь вот у акулы приблизительно 8 килогерц на слух как бы кажется, что пищит. Ну, можно там потом вообще уточнить. Значит, здесь кратность будет 1 к 100. То есть, на Тесле, скорее всего, работает где-нибудь 800 килогерц частота, чтобы долбить вот в эту. Потому что, ну, там Тесла довольно длинная, но провод, по-моему, толстый намотан. Дальше. Тесловский конец, естественно, на Земле. Потому что надо удар произвести. То есть, здесь будет пучность тока, здесь пучность напряжения. То есть, это и есть как раз та самая стоячая волна, где происходит вот здесь возбуждение, так сказать, среды. Ну, и опорная обязательно Земля. Поэтому, то есть, в немецкой установке у Ромы, там у него провод тонкий был, конечно, там ничего хорошего не получить, так сказать. То есть, на этом проводе, скорее всего, все это и потерялось. Вот. То есть, опора должна быть намного толще. То есть, вы же дом не строите на каких-то там, не знаю, тонких сваях, они лопнут нафиг и все упадет. Вот. То есть, а тут, тут реально это как вот опора. То есть, пружину сжали, она бам наверх. Да, сжали опять, бам наверх. То есть, вот это вот так работает Тесла. Вот. Что касается этого, то есть, я уже говорил. Вот она синусоида. Значит, результат вращения частиц. Надо ударить импульсом, попав в эту частицу. Вот и все. Достаточно одного импульса. Значит, ну, пачку надо регулировать. Пачка не должна быть большой. И все это вы, если вы не согласуете частоты, не совместите все это, вы никогда не получите никакого эффекта. Эффект проявляется очень в жесткой форме. И там надо мучиться очень долго. Да, то есть, и я как бы к этому всему сам шел. Мне, конечно, рассказывали разные там истории про эти частицы и все такое. то есть, люди пытались объяснить, что они знают. но как бы, я просто сам реально, то есть, должен был к этому прийти. Потому что до этого для меня это был темный лес так же, как и для вас сейчас. Мои объяснения, которые вы слышите и не можете понять, что я рассказываю. Да, то есть, многие там кидаются в атомарные процессы, еще что-то. Мне трудно сказать, что здесь особо атомный процесс происходит. то есть, ну происходит, наверное, да, то есть, но по большому счету он происходит в оккупности с движением электричества, электронов и тому подобное. Сейчас не будем в это вообще углубляться. Это все фигня, которая просто запутает нас в конец. У меня рекомендации поменьше болтать, побольше делать. И самое главное, что не надо спешить. На соплях ничего работать не будет. Здесь вообще очень четкая и тонкая настройка. Когда два генератора вы пытаетесь синхронизировать, вот как здесь в данном случае, очень трудно синхронизировать. Очень. То есть, надо сделать так, чтобы не оба работали и вот скажем так, все, что отсюда идет, эта хрень, она просто дает, скажем так, чтобы можно было плавно подстроить тютелька в тютельку, так называемая. То есть, килогерц в килогерц и в герц даже. То есть, иначе мы не попадаем по частице. Вот это вот момент времени удара. То есть, эта хрень, она именно это делает. Больше ничего. Она ничего не накапливает, как там Рома рассказывал в себе. Ничего она не накапливает. Она просто катушка. ну да, она как бы катушку тоже можно зарядить, да. Но мы сейчас об этом не говорим. Конкретно здесь мы просто ее удлиняем или там уменьшаем. Феррит помогает нам еще немножко менять ее частоту. Даже, кстати, расстояние вот здесь уже влияет. Когда она запустится, можно там взять ее так подергать и ты ничего, она работает. Но пока она не запустилась, запустить ее трудно. я вчера и так отгибал. А, кстати, вот что я еще хотел показать. Я вчера подложил вот эту фигню. Это для чего? Для того, чтобы антенна не дергалась и там надо было немножко... Это не антенна, это конденсатор, тороид, так называемый. То есть, это тот же самый тороид. То есть, я ее поджал тут под низом для того, чтобы немножко создать емкости, чтобы настроить, потому что она, зараза, вчера у меня не работала. Это можно сейчас снять. Все равно переделывать немножко буду ее. Вот. То есть, как бы, ну, реально, вы вчера видели, я думаю, что она может дать и больше киловатт. Я вот сегодня поеду, закуплюсь диодами нормальными. И вот здесь это хозяйство вытащу, вот они, диоды стоят. И эти диоды я переставлю, наверное, сюда. Здесь поставлю радиатор большой. Ну, или вентилятор поставлю, не знаю, может быть, здесь даже этот вентилятор в сандалию, чтобы здесь вот открою пробки, чтобы воздух выходил отсюда. И тогда можно будет помощнее диоды поставить и уже воткнуть нагрузку не 4 киловатта там каких-то, да, то есть, побольше чего-нибудь может быть. Мне кажется, она вот, как-то я вот сейчас был удивлен на самом деле, что даже просадки не было, да, то есть, когда я запихивал там вилку, точнее, не вилку, эти провода еще двух киловатт, то есть, спокойно, и она даже там вообще, то есть, не дернулась. Но это говорит, это результат о том, что можно, наверное, все-таки чуть-чуть больше от чего-то запихать. Посмотрим, просто если напряжение падает меньше 160 вольт, у меня блок питания самозапитан, выключается и все, не хватает ему. то есть, это у меня тут была такая беда, что было 167 вольт, она работала, как только я там нагружал побольше, то есть, она все, она выключалась, не хотела работать. Результат, как говорится, был хороший, но маловато. То есть, надо напряжение довести до 200, хотя бы 220 вольт, хотя бы 216. Вот, ну, в поле у меня вчера это почему-то не получилось, я пока не разобрался. Но это ладно, это уже мелочи жизни по сравнению с тем, что уже получилось, какие результаты уже есть. Значит, я еще раз говорю, что здесь на конце должна быть хорошая опора. Не будет хорошей опоры, все у вас будет, только как толчок сюда происходит, он будет весь здесь, в проводе, и вы ничего не получаете, никакой мощности. но это на мощность влияет. Значит, здесь, по этой катушке, я еще раз говорю, мотается она просто, ничего сложного, вы можете простую катушку просто намотать, под эту и снимать, да, но вы будете индуктивно на нее влиять. Поэтому намотается съемный бифиляр, который индуктивно не влияет на эту катушку. Вот и все. То есть влияет, но у него влияние не такие высокие, как это. Он снимает энергию, но при этом друг друга они сильно не влияют. Тем более еще, что хотел сказать, значит, вот здесь у меня, это вот оттуда от конца идет, вот эта катушка съема, а эта катушка, вот она снизу идет, это вот вторая катушка. Вот эти два конца, вот эти, они должны быть на земле, четко на земле, обязательно. Сразу припаиваете их прямо вот на этот самый, на клеммник. Вот. Так что, ну, что-то в этом роде. Да вам рассказывать бесполезно многим, то есть, все равно ищите подвох, вам хоть на Марсе поставить этот аппарат, включи его, вы скажете, что у инопланетян фазу взял. Потому что, это просто беда. Ничего не поделать. Привыкли вы к сжиганию, так сказать, углеродному сжиганию и тому подобное. Что вас научили и за что вам надо платить. Вот. Правильно сказал Тесла, электричество должно быть бесплатным. В принципе, у нас вокруг огромное количество энергии, все везде вращается. Я считаю, что в этом есть какой-то смысл подумать. Ладно.